В феврале 1998 года в истории полумиллионного Магнитогорска случилось событие, которое стало важной вехой в деле создания в рабочем городе современных авиакоммуникаций. Речь идет о реконструкции взлетно-посадочной полосы Магнитогорского аэропорта. Именно на эту полосу в Владимирске в разных дней наземлился первый в истории местного авиаподприятия большегрузный самолет ДУ-54. А это был технический рейс, хотя на порту авиалайнера находились обычные пассажиры, купившие билеты на самолет, который их доставил по маршруту Москва-Магнитогорска. И это яркое событие в истории Магнитогорска означало также то, что знаменитая на весь мир югославская фирма «Планум» одержала очередную трудовую победу. Слово заместителю главы администрации Магнитогорска Виктору Васильевичу Хромцову. Если говорить о югославской фирме «Планум», то я бы сказал, что это фирма, которая отвечает высочайшего качества, ответственности, высочайшего профессионализма. Это фирма, которая всегда готова и исполняла контракт от А, как говорится, до Я вовремя и с большущим качеством работ. Но если говорить о полосе, которую они построили, то эта полоса одна из лучших, я считаю, не только на Урале и в России, но и одна из лучших полос в мире. По своей работе мне приходилось бывать и в командировках и по нашей стране, и в командировках непосредственно за границей. Я бы сказал, что наша полоса – это полоса высочайшего качества. И вот когда говорят, что мягкая посадка пассажирам, то как раз эта мягкая посадка в городе Магнитогорске и осуществляется. Мы живем в такой полосе, не только региона, но и России, где большая половина часть года – это снег, это пурга, это метель. И поэтому большое значение имеет, как полоса будет себя вести в этих суровых условиях нашего Урала. Ну и большое мне внимание уделялось, когда готовился проект, когда исполнялись работы, это брались лабораторные данные по морозостойкости. И в этом отношении полоса прекрасно себя показала. 14 января этого года фирме «Планум» исполнилось ровно 50 колен. Она хорошо известна в мире, как специализированное предприятие по строительству в первую очередь аэродромов, а также автодорог, шоссе с современным покрытием и всех других объектов в области инженерных сооружений. В Магнитогорске фирма «Планум» сумела зарекомендовать себя как предприятие, способное работать в высочайшем технологическом режиме. Это кадры-хроники из архива Челябинской областной государственной телерадиокомпании. В августе 1996 года специалисты «Планума» развернули в Магнитогорскому аэропорту фронт строительных работ. За несколько дней до этого «Планум» сдал в эксплуатацию с оценкой «Отлично» взлетно-посадочную полосу в Кемерово. Задача, которая стояла филиппославскими строителями, была очень сложной. Нужно было всего за несколько летних и осенних месяцев освоить огромный фронт работ в Магнитогорске, начиная от укладки щебня, возведения дренажных систем и сигнально-светового комплекса до укладки бетона на самой полосе. Для этих целей в Магнитогорском аэропорту, рядом с объектом реконструкции, были смонтированы с интервалом в две недели два бетонных линии завода. 150 кубических метров бетона в час такое производство было освоено госплавскими специалистами уже к 5 августа, когда были уложены первые метры новой полосы. При этом, несмотря на высокий темп строительства, требования технологии выполнялись неугостительно. Полосу обязательно смачивали, флиповали, делали нарезки. Особенностью возведения этого объекта было то, что почти на двух километрах бетон укладывался на старую полосу, а один километр 250 метров это была совершенно новая полоса. Удлинение полосы позволило бы в Магнитогорске принимать воздушные суда любой грузоподъемности. Уже ближе к зиме 1996 года Магнитогорская летно-посадочная полоса приняла первый самолет. Это событие было ознаменовано прибытием в рабочий город губернатора Челябинской области Вадима Соловьева и других руководителей региона. И вот наступил этот день, когда, закончив весь комплекс бетонных работ, который включал в себя не только бетонирование самой полосы, но и сооружение рулежных площадок, в Магнитогорском аэропорту встречали первые большинство улевых самолетов. Первый этап был, мы построили полосу 3 километра 250 метров. Второй этап приняли самолет под эту полосу Ту-154. Третий этап это реконструкция светотехнического оборудования, электроснабжение предприятия. А четвертый этап это строительство, вернее реконструкция нового, старого аэровокзала. То есть мы на втором этапе? На втором этапе, да. Пожалуйста, активизуйте этот тип самолета. Ту-154М, это самолет, на сегодняшний день является лидером нашей гражданской авиации. Взлетная масса у него порядка 100 тонн, полезная нагрузка до 17 тонн. Следующий уже аэробус, да? Следующий Ил-86, 350 человек берет. Этот пассажирский лайнер берет до 164 пассажиров. А мы сможем его принять здесь? Ил-86 сможем. Сможем, сможем. Иплоинг 747. В принципе, да. 3,250 он берет любой. Это мнение управляющего Магдагорским авиапредприятием Илья Асхатовича Шарипова. Как вы сами слышали, он дал очень высокую оценку эксплуатационным характеристикам новой полосы. А вот что он думает о качестве работы наших мегаславских партнеров из фирмы «Плана». Сегодня эта фирма, я думаю, готова взять на себя продолжение. Потому что завод у нас их остался на нашей площадке строительной. Продолжение реконструкции второй, третьей рулежной дорожки, перрона. Работа для этой фирмы есть, и она зарекомендовала себя довольно здорово. Мне пришлось побывать в Югославии и встретиться, более глубоко познакомиться с этой фирмой «Планум». Фирма работает не только в России, но она себя прекрасно зарекомендовала в Африке, в Азии и по Европе. Мы специально вам показываем, как ведут себя самолетные шасси при приземлении на новую полосу. Дело в том, что Мойтогорск – это город, где снежное покрытие сохраняется почти 5 месяцев в году. Ураны и снежные метели не страшны сейчас самолетам, летящим в город Металуру. Коэффициент сцепления шасси с бетонным покрытием и в зимнее время позволяет не беспокоиться за безопасность полета. После подписания акта выполнения технического рейса большегрузным самолетом Ту-154, Мойтогорцы подали заявку на получение лицензии на эксплуатацию самолетов такого класса. Председателем Государственной комиссии был заместитель начальника Уральского регионального управления Федеральной авиационной службы Алексей Михайлович Приманенко. По его мнению, в Мойтогорске появился прекрасный запасной аэропорт для всех самолетов, летящих из Азии в Европу. И он еще раз подтвердил надежность югославской фирмы «Планум» как экономического партнера. Тем более, что работа их фирмы «Планум» столь же высоко оценена работниками аэропортов российских городов Братск, Чита, Кемерово и Челябинск, где югославские специалисты возводили взлетно-посадочные полосы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова